Итак, всем привет! Хочу сегодня оставить свой отзыв о сушильной машине фирмы Beko DF7412GA. Мне есть что вам рассказать, потому что это вторая машина сушильная у нас в семье. Первая была от фирмы непосредственно Bosch. Bosch всегда ассоциируется с качеством, потому что я занимаюсь отделкой. У меня много было раньше инструментов фирмы Bosch, и служил он очень хорошо. Это, по ходу дела, сушильная машина, исключение из правил. Прослужила она всего полтора-два года, не более, и теперь мы не можем ее починить. Обращались в сервисы нашего города. В результате, помучавшись, помучавшись, и мы решили приобрести совсем другую сушильную машину. Для сравнения, вам сушильную машину Bosch покупал три года назад. Это приблизительно я отдавал за нее 50 тысяч рублей с тепловым насосом, кстати. А эту сушильную машину я приобрел за 35 тысяч с доставкой и подъемом. И почему я решил оставить этот отзыв? Потому что ценовая разница между данными сушильными машинами очень огромная. То есть, Bosch сейчас, если ты нормальную будешь где-то покупать, это около 80-90 тысяч рублей. А это диапазон цен от 35 до 45 тысяч. То есть, практически в два раза. Думаю, привезут мне сейчас какое-нибудь фуфло. И данное фуфло не будет функционировать, не будет сушить, не будет надлежащего качества сушка. Будем пересушивать все это на батареях, или по пять раз запускать, или будет какая-нибудь шумная, или будет огромная, или неудобная. Ну, короче, много всего, чего я себе в голову придумал. Смотреть, например, в ютубе такие-то отзывы, это то еще дело. А здесь именно я сравниваю две эти сушилки. И вот что хочу сказать. Что Beko, вот та, которая модель DF7412GA, она никак не уступает непосредственно этому Bosch. Вот. Уже проверено, проэкспериментировано, уже просушено все. Ну, и вкратце пробегусь я по этим двим сушилкам, расскажу, и расскажу свои впечатления. Поехали. Итак, у меня Bosch вот такая модель, вот такая сушилочка. Покупала ее специально с пластиковой крышкой, потому что она у меня стоит вот в этом шкафу. Все здесь очень просто. Лоток для сбора воды, регулировка режимов, отображение непосредственно режимов, в которых она стирает. Вот здесь вид дать их. Вот они, раз, два, три. Кнопка включения. Все сенсорное, 8 килограмм. Глубина данная сушильная машина 60. И что хочу сказать. Стояла она вот в этом шкафу. Открываем этот шкаф. Сейчас здесь стоит вот эта штучка. Итак, когда раньше я открывал, когда здесь стояла Bosch, сушильная машина, я, соответственно, когда ее открывал, здесь был очень влажно, душно. Ну, и немножечко, как это сказать, очень жарко. Поэтому я вот сюда приклеивал вот такие штучки. Чуть-чуть шкаф отодвинул, чтобы вентиляция уходила кверху. Вот. То есть забор воздуха хотя бы через верх выбрасывал наверх теплый воздух. А в Beko такого нет. Я уже сколько раз открываю. Тут достаточно стандартный воздух. Чуть-чуть, да, улажненный, чуть-чуть тепленький, потому что это все-таки сушильная машина. Она выбрасывает тепло вперед. А вот по шумке, вот сейчас мы сидим рядом, она намного тише, чем Bosch. То есть, Bosch очень. Вот такой эффект был чуть-чуть послабее через дверь. Далее. Bosch. Показал вам, да, вот эти здесь индикаторные вещи. Вот, блин, догадайтесь, что здесь отображается. Это открой, изучи, почитай. Ну вы и что, блин? Или вот сюда придется что-то и это делать. Здесь все просто. Вот. Крутяк. Индикатор световой. Чик-чик-чик-чик-чик. Все. Все понятно. Все метод. Плюс еще. Нужно уровень сушки увеличить. Пожалуйста. Здесь опять тоже индикаторные. А здесь уже несколько видов. Это лоточек перебит, лоток переполнен, фильтр забит, там еще что-то. Замочек и звук. То есть, тут и так вообще даже догадываться не надо. Куда чего? Очень много хороших режимов. Плюс еще дополнительно эти режимы регулируются. Очень классные вот эти все режимы. Все попробовали. Сушит хорошо. Вытаскиваешь белье хорошее по влажности. Не пересушено и не досушено. Прямо то, что необходимо. Лоток для сбора воды. Вот такой маленький шланг. И, соответственно, можно данную сушу. Сушил, включить систему канализации. В Боши такого не было. Опять обозначу, что там внутри подсветка. В Боши этого нет. Не знаю, может на прозрачных барабанах подсветка и есть. Но, когда ее открываешь, крышка все время открыта и подсветка подсвечивается внутри. Дальше нету там внутри специальной площадки для обуви, крепления площадки для обуви. В принципе, нам это не нужно. Мы на этом плане не заморачивались. Глубина у нее непосредственно 45. Опять, ее предостаточно, если у вас стиральная машина 45. Если у вас стиральная машина объемом больше, 60, то вам надо покупать объем больше. Итак, стоит ли переплачивать или не стоит? Или, если вы ищете бюджетную с тепловым насосом сушильную машину, вот это для вас. Купил я ее реально за 35 тысяч рублей. Ссылка в описании будет на поставщика. Это я на Яндексе Маркете. Очень классно привезли, занесли, поставили. Вот. Все удовольствие. Рекомендую, потому что уже есть опыт общения с данным видом техники. Если у вас этого нету, обязательно приобретите. Это лучшее, что вы можете приобрести вообще из бытовой техники. Потому что нету ничего развешанного по квартире. Нету ничего развешанного по батареям. Сушит очень быстро. Там за 2 часа целует. Пока у вас стирается один режим в стиральной машинке, это уже посушит. Поставить ее можно как вторым ярусом над стиральной машинкой, так рядом, так в шкафу, в коридоре, где угодно. Потому что она подключается только к электричеству. Больше ничего не требуется. Действительно полезная вещь. Тем более у нас многочисленная семья. И нам данная сушильная машина необходима как воздух. Так как если мы все развешиваем со всей нашей семьи, здесь просто выходить негде было. Так что рекомендую. Приобретайте в любом магазине. Но вам оставлю на всякий пожарный ссылочку. Посмотрите, ознакомьтесь там с ценами. Что-то будет вам понравиться. Отзыв мой вот такой. Все. Всем спасибо. Всем до свидания.